Всем привет! Сегодня посмотрим на очередной прием оптимизации. Но напоминаю вам, что приемы могут работать не везде и не всегда. То есть не на всех компиляторах, не на всех архитектурах. Но тем не менее, этим оптимизациям имеют место быть вообще. При исследовании вашего кода на момент, что можно оптимизировать, конечно же, можно и смотреть на эти вещи. Короче, что у нас здесь? У нас здесь, смотрите, 2, 2, 2, 2, где они? А вот, массив двумерный. И такое иногда бывает, что удобно нам к нему обращаться с помощью индексов. То есть два измерения есть. И бывает такое, что нам не важны индексы. Индексы не важны. Нужно просто пройтись по всему массиву. По всему массиву и что-то найти, либо что-то записать, либо извлечь данные какие-то. И эти массивы, дело в том, что статичные. То есть или в статичной области, в статической области памяти, или на стеке. Ну, короче, это не динамические массивы. То есть на этапе компиляции уже известна размерность. Вот. Только для таких массивов вот эта оптимизация работает. Потому что, когда у нас на этапе компиляции известны размерность и массива, соответственно, это все у нас располагается одним большим куском, и все элементы идут друг за другом. Так вот, вместо того, чтобы использовать два цикла, два цикла, вот один цикл, а вот второй вложенный, можно использовать один цикл. Итераций будет у него точно такое же количество, как и здесь. Здесь у нас от i до h идет, и от j до v. Здесь же у нас w умножаем на h, и в результате у нас тоже количество итераций. Ну, к примеру, здесь 100 и 300. То есть в сумме мы получим вот здесь сколько? Правильно, 30 тысяч итераций. Точно так же и здесь. То есть вся фишка в том, что нам нужно пройтись по всему массиву и что-то сделать. Вот. Вот такая вот оптимизация. И давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим на результаты. Вот. Некоторый код здесь может вызывать вообще по всем моим примерам вопросы, в чем смысл кода. Смысл кода иногда вообще ни в чем. Смысл в том, чтобы запутать оптимизатор. А оптимизатор нужно запутать для того, чтобы конкретно исследовать нужные нам операции. Вот. Короче, короче, ближе к делу. Так, пробуем запустить без вообще с отключенной оптимизации. То есть без оптимизации. В результате скорость у нас... Скорость у нас... Давайте сделаем вот так вот. Чтобы три раза было... Было... Было теста. Три было теста. И тут три теста. Итак, неоптимизированный цикл и оптимизированный цикл. Ну, оптимизированный немного быстрее. Немного быстрее. Это при отключенной оптимизации. Теперь включим оптимизацию. И флаг у нас... О1. Так. Очищаем. И запускаем. Сейчас О1, О2. Ну, может быть, еще О3. Смотрите. Включена оптимизация. Как минимум, здесь уже скорость. Там почти в четыре раза. Вот. И здесь уже видна какая-то разница. С уровнем О1 у нас уже оптимизация есть. Теперь с уровнем О2. О2, как вы помните, это рекомендуемый уровень оптимизации. Так. Теперь запускаем еще раз. И смотрим. Ну, результаты по ходу примерно такие же. Да. Результаты примерно такие же. Поэтому, поэтому, поэтому. Но оптимизация есть. И оптимизация работает на разных флагах природы. На разных флагах оптимизации. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.